МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях человек, который не раз доказал, что он действительно талантливый ведущий, актер и режиссер и действительно большой патриот своего народа Янис Политов. Янис, рада, что ты в своем таком плотном графике нашел время все-таки с нами встретиться. Да, я как рад. Политов Янис Сергеевич. Российский актер, режиссер и создатель социальной сети Ягрек.ком родился в городе Ессентуки 9 октября 1981 года. В 2004 году окончил школу телевидения «Останкино» по специальности телерадиоведущий. А через три года получил диплом актера театра и кино Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. В общей фильмографии артиста более 30 ролей. Год работы в театре под руководством Армена Джигарханяна и пять лет ведущим на телевидении. В 2016 году актер дебютировал в качестве режиссера в короткометражном фильме «Философия», который был принят в программу Short Film Corner Каннского кинофестиваля. Янис Политов состоит в гильдии актеров кино России и в Молодежном союзе кинематографистов России. Янис, ты достаточно много участвуешь в различных фильмах, тебя можно встретить в сериалах. Ты актер кино, ведущий, телеведущий. Расскажи, пожалуйста, ты с детства мечтал этим заниматься? Я бы не назвал, что это была какая-то большая мечта. Меня даже спрашивают, чем ты хотел в детстве, кем ты мечтал быть. Я не знаю, кем я хотел в детстве. Действительно не знаю. Ну, я знаю, что я в школе участвовал во всех всяких всевозможных детских спектаклях. Ну, мечта была, что вот хотелось как-то вот... Был образец Эвклит, который поехал в Москву покорять. Я написал про него большую статью о том, что вот житель Синдюков и так далее, и он подумал, и он мне сказал, всегда знаю, что у тебя есть в Москве Эвклит. С тех пор Янис понял, что он хочет жить и работать только в столице. На тот момент будущему актеру было всего 15 лет. Он только окончил школу, и перед ним стоял вопрос выбора будущей профессии и вуза. Отпускать сына так далеко родителям абсолютно не хотелось, и поэтому было принято решение поступать в Пятигорский государственный университет на факультет иностранной филологии. Там учился три года. Потом волею судеб я попадаю в Москву учиться на юридический факультет МГУ при Сарбоне. Там соединилась Сарбонна и МГУ. Я понял, что это такая ниточка, которую нужно за нее цеплять, чтобы попасть в Москву. Мне, в принципе, было особо тяги не было. С Ильяза на юридический? Да. Там французское страновение было. И все. И получилось, что я в 2002 году заезжаю диплом Ильяза Пятигорского, педагог французского языка, лингвист-приводчика, в 2003-м в МГУ и начинаю к ним поступать театральные университеты. Поступить во Всероссийский государственный институт кинематографии удалось лишь с третьего раза. К этому времени Янис уже успел получить специальный стиль радиоведущей и с 2008 года активно стал работать в этой сфере. После ВГИКа пытались в театр устроиться. Там мне сначала попал в один театр, во второй. Там чуть поработал, там. Не сложился у меня роман с театром. К сожалению, мы видим, потому что греки свободные люди. Там же надо сидеть из-под палки. Ну, не из-под палки, но там все-таки это некое такое... Сейчас бы Флит тебя услышал. Театром нужно заболеть. Он, видимо, заболел им сразу. Я им заболеваю постепенно. Мне хочется сыграть в театре. Мне хочется сыграть Гамлета, потому что я в ВГИКе сыграл небольшой отрывок. Я заболел этой ролью. У меня есть в планах осуществить эту мечту. А на телеке я попал на телеканал «Радость моя». Пять лет там проработал. Два года с половиной на передаче «Академия занимательных наук физика». Я был там в образе такого сумасшедшего профессора «Акварка». Рассказывал детям про физику. Единственная тройка у меня в аттестате – это физика. И вторая передача – это была «Звукоцирка». Я был в образе «Клонных кармашек». Понравилась работа с детьми? Узнавали? Ну, дети... У меня непосредственно контакта с ними не было, потому что я был как ведущий передачи, который там, ну, узнавали, там у меня какие-то фанаты свои появились. Я говорю, мои фанаты сейчас пять лет, шесть лет. Подождите, они еще вырастут. Первая твоя роль в кино? Это была короткометражная работа «Нино Басилий». Однокадровый фильм «Фото 3 на 4». Нам Шуловский не разрешал сниматься, пока мы учились. Но я пришел к нему, говорю, что тут такой сценарий интересный про грузинца, про грузина, беженца из Абхазии, который в России сейчас хочет уехать в Америку. Там однокадровая работа, ну, он прочитал сценарий, говорит, а справишься? И вот, вроде справился. А потом, если он, Николаевич, взял в августе с собой в Японию. Мы там снимали сериал «Полиция Хоккайдо», «Русский отдел». Ну, у тебя такая фильмография достаточно большая. Ну, она большая. Считали, сколько фильмов? 33 сейчас, по-моему, где-то так. Фильмы, сериалы? Фильмы, все, и фильмы, и сериалы, и все. И фильмов там, наверное, штук пять. Ну, конечно, большая, самая большая работа в кино, но, как я считаю, это работа в роман с кокаином. Я там играл роль Штейна, такого мажора, еврея. Самый запоминающийся роль. Мурзавецкий – это был такой, ну, конченый алкоголик, который за бутылку водки продаст мать родную. Я пить, если честно, особо не люблю. Я могу выпить там, мероприятие или еще что-то. Ну, так, чтобы пить, я не пью. Шиловский говорит, что это за артист у меня не пьющий? Вообще, кошмар. И вот нужно было понять, что это такое. Я ходил по утрам в эти кабаки, где утром приходит человек, который пока эти 50 грамм не опрокинет, у него лицо на место не встанет. Каждая роль, не бывает же маленьких ролей. Ну, это понятно. Каждая роль, она по-своему прекрасна. И мне очень нравится работа «Выжить после». Я там «Головорез номер два» такая роль у меня. Но она кайфовая роль. Там такой, зараза, злодей. То злодей, то алкоголик. У тебя хорошие есть роли, там, где ты такой, боже, одуванчик? Хороший. Яркий, светлый, солнечный, вот как сейчас. Ну, сейчас снялся, на французском языке. Это хозяин гостиницы, тоже небольшая роль. Парли-ву-французское. Это смешно, это как персонаж. Ну, тебе самому какие роли будешь? Характерные. Ну, я понимаю, что я не герой. Ну, герой, он же, ты заходишь, ты сразу видишь герой. Когда набирают мастерскую, он там берут, он должен там метр, там, 85, лечить, он такой брюнет, все. Вот это, чтобы он вышел на сцену, вы поняли, это герой. Ну, я какой герой? Маленький, рыженький. Я астрохарактерный артист. Я люблю, вот, когда все, нерв оголен когда. На данный момент Янис Политов еще не сыграл своей главной роли. Возможно, это будет Александр Македонский. Как признался нам артист, ему бы очень хотелось сняться именно в этом образе. Меня мама всегда говорила, ты Македонского сыграешь. Они, правда, всегда были против, чтобы я шел в эту профессию, потому что, ну, что за профессия? У них нормальных нет семей, там, то все разбросаны, то все. Я не мог никак поступить. Я уже на третий год, когда поступал, говорю, мам, ну уже захотите, ну, видите, я лезу в эту тему. Ну, видимо, нужно некое благословение, видимо, нужно ваше какое-то желание внутреннее, чтобы я... Она говорит, ну, ладно, поступаем. И все, я поступаю, говорю, не могла ты раньше. А сейчас вы не рады? Ну, сейчас мамы нет уже 6 лет, а отец, конечно, гордится этим. А гордиться действительно есть чем. Постоянное саморазвитие, стремление к новым знаниям и опытам однажды сподвигли Яниса попробовать себя в качестве режиссера. И первая его работа, автопиографический короткометражный фильм «Философия» вызвал огромное количество положительных откликов как в России, так и в других странах. И что особо важно для актера, был высоко оценен его первым наставником Севолодом Шиловским. Мне должно было было исполнить 33 года. Возраст Христа. Для мужчин, для православного христианина это такой возраст, ну, когда ты подводишь некие такие итоги своего юношества, грубо говоря. Я подумал, что, ну, Янис, ну, а что ты сделал? Вот 33 года тебе в октябре. Детей нет, семьи нет. Чего ты оставишь этому миру? Вот, грубо говоря, человечеству на земле. И вот решил снять вот этот фильм «Философия». Этот фильм абсолютно основан на реальных событиях. Я практически там ничего не придумывал. Придуман был только дед, потому что через него я принес любовь к нему. Я недавно просто была в Ессентуках, там снимала, и поэтому увидеть те места, которые я видела, для меня это было… Я была на этой аллее философов, там я видела этого Иисуса. Да. Это же прикольно. Зато в Канны поехал фильм, там увидели эту аллею философов. В Ессентуцкую. Ты родился в греческой семье. В городе, где просто… Киши все греческие. 10 тысяч греков проживают на водку маленькой территории. Расскажи, пожалуйста, роль греческой культуры, роль греческих традиций в твоей жизни, как она проявлялась и как проявляется сейчас. Отец был первый председатель общества греков «Феникс». Он его создал, этот «Феникс» в Ессентуках. И, соответственно, конечно же, очень много греков, как раз-таки даже были… Союз развалился и начали выезжать люди. Эти постоянки, эти печати, справки состава семьи. Тот и через… У нас дома был офис, считай. Приезжали педагоги всякие разные, и дни этих греческих культур. Ну, в общем, я был… Я рос в этой атмосфере. А язык ручил, знаешь? Язык очень плохо. У нас они говорили. Мы из тюркоязычных греков, которые дома… Но у меня родители из Цалки, они, получается, давно очень… То есть, у меня отец родился уже в России. Сейчас все фалкинские греки ликуют. «Я не знаю!» «Это Цалка!» «Цалка, безумецалка!» К сожалению, греческий, вот, не знал я. Ну, вот, с греческими я столкнулся в Греции. И он как-то легко давался. В 35 дней каждый день мы говорили по-гречески. Там эти легкие какие-то, что… «Пьё стипу-пу-ты, ети-пос, как-то…» «Ну, то, что где-то, почему так?» «Алфавит», потом гимн этот греческий. Мы знали на язык с утра. Мы пели там, флаг поднимали. В общем, и тогда, конечно же, началось заболевание этим языком, началось понимание того, что он себе несет. Я и сейчас его учу, там хожу в Москве в школу в одном. Ну, как мне сказали, греки, греческий язык, кто о нем думает. Это же вообще язык программирования. Ты можешь срочно приехать, через 2-3 месяца ты уже понимаешь. Ты уже понимаешь, ты уже говоришь, и все, спокойно. Потому что очень много… он такой. Когда я открыл «Я греком», мне написали письмо о том, что греческий язык себе несет очень много… Что это, во-первых, язык бессмертный. То есть не нужно бояться, что что-то будет, потому что это язык света. Эллин – это больше, чем нация, это больше цвет кожи, это больше, чем… Любой человек, несущий свет и добро на эту землю, он Эллин. Ну, раз, в общем, затронули «Я грек». Откуда такая инициатива, откуда это движение? Родилось на Панарию. 15 августа 2013 года я проснулся с мыслью о том, что нужно создать страницу на Фейсбуке, но она называлась не «Я грек», она называлась «Грекомания». У меня на Фейсбуке очень много друзей не греков. И писать постоянно про греков могут подумать, что это какой-то сумасшедший. Все про греков и про греков. Кто он вообще? А душа-то просит изливания каждый день. Хочется что-то писать, новости узнавать, делиться с людьми. И я создал эту грекоманию и стал на нее писать. И кто-то узнавал, лайки ставил. И она начала набирать какие-то силы. Потом я узнал, что «Грекомания» у Музиницев. У них сайт есть «Грекомания информационного». Думаю, господи, что же делать? Напишу в Фейсбуке. А у меня там уже было больше 500 подписчиков. Они мне говорят, что нельзя, когда больше 500. Этот Фейсбук ответ присылает. Я им говорю, ну, ребята, ну вот у них сайт. Ну, в общем. Еле-еле Елен говорит, ладно, придумай название. Одно-другое. Зафиксируй его. Я думаю, как же это название? И вот это мое стихотворение, которое я сочинил у греки, Элены Валипантийцы. Там есть в конце он заказал. Я грек, скажу, я гордо. Мне не важно. Я думаю, я грек. Группа в Фейсбуке «Ягрек» стала собирать все больше подписчиков, которым было интересно общаться друг с другом и читать новости Яниса. Тогда и зародилась идея об открытии социальной сети. Сегодня Ягрек доступен на шести языках. Это греческий Фейсбук, грубо говоря. Эленский. Я не хочу, чтобы он греческий. Всемирный. Да, он всемирный. Мы сейчас расширяем, как их правильно сказать, зону своего влияния. То есть переговоры идут, чтобы и в Америке поставить сервера, и в Австралии поставить сервера. Но это, конечно, очень все затратно. Это наш такой стартап, который опирается на наш интеллект и на то, что мы имеем там, что я заработаю, что Игорь заработает. Вот только на этом. Когда греки объединяются во имя какой-то идеи, я не знаю, мне кажется, не только греки, когда люди и свет объединяются во какой-то идее, я их так буду называть, тогда могут происходить великие дела. Зло, говорит, процветает, пока добро бездействует. Когда есть войны, когда гибнут дети во имя решения личных амбиций, интересов и еще чего-то, это неверный путь. Не для этого мы всегда пришли на эту землю. Мы всегда созидать, творить. Каждый из нас творец. Мы созданы по образу и подобию. А происходит некая другая штука. И с этой штукой нужно бороться. И вот боремся, как можем, через культуру. Это лучшее, что может быть. Я знаю, что тебя достаточно часто приглашают вести различные мероприятия. Да. Ты даже свой день рождения ведешь. Вместо там, это все понятно. Откуда у тебя столько времени и, в принципе, остается ли у тебя свободное время? Да полно свободное время. Чем ты занимаешься? Ягриками занимаюсь. Свободное время я занимаюсь ягриком. В этой жизни нужно заниматься тем, что тебе приносит удовольствие. Это хобби, получается. Это хобби, которое от него я кайфую. Янис действительно большой патриот своего народа. Он один из самых ярких активистов греческого движения Москвы. Но, тем не менее, Родина считает все же Россию. Мне нравится, как Савиди говорит. Я, говорит, российский грек. Я россиянин. Мне эта страна дала все. Она мне дала и образование, и воспитание, и культуру, и язык, и ментальность. О чем мечтаешь? Вот в профессиональной сфере о чем мечтаешь? И о чем мечтаешь, как грек? Хочешь, говорит, насмешить Бога, расскажи ему свои мечты и планы. Не-не-не, это планы. А мечтать можно и причем нужно идти? Мечтать не то, что можно, мечтать нужно. Мечта, она есть фундамент того, куда ты идешь. Величайшие люди, которые достигали в этой жизни чего-то, это были величайшие мечтатели. А мечты, они, как правило, это светлые эмоции. И все же, о чем мечтаешь ты? Не скажу. Я люблю больше делать, чем говорить. Хотя я говорун еще тот, много болтаю, но я ценю человека на самом деле по его делам и поступкам. Самый любимый вопрос для наших всех телезрительниц. Да. Женат не женат? Нет, я был женат. Наш брак продержался год, к сожалению, мы разошлись. Это был 2009 год. Вот, и все. Какая она должна быть? Любимая. Хорошо сказано. Любимая должна быть и все. Какая она, я не знаю, добрая еще. В твоей жизни есть человек, на которого бы ты хотел быть похожим? Кроме отца, это понятно. Анасис говорил, не читайте чужих биографий, проживайте свою жизнь так, что вы писали биографию про вас. Ты начинаешь на себя примерять, начинаешь порвать, а вот он так вот, а зачем? Веди свой путь, тебя ведет и все. Тебя ведет, Господь тебя ведет. Это есть вера. Вера в то, что ты часть чего-то целого, и ты не просто так на этой земле. Янис Политов – молодой, талантливый, креативный, глубоко духовный человек. Он верит в Создателя, который его ведет по жизни и, соответственно, все неудачи воспринимает, как действия, направленные ему во благо. В его творческом развитии нет места границам. Сегодня он пишет стихи, а завтра, возможно, издаст книгу. И кто знает, может так случиться, что в следующий раз, пройдя по красной дорожке Каннского фестиваля, именно в его руках будет высшая награда. Возможно, Ягрик станет той площадкой, где все греки мира смогут объединиться и создать нечто достойное тому, что было сделано нашими предками несколько тысяч лет назад. Но уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что Янис Политов – это яркий пример того, как можно добиться желаемого, опираясь только на свои силы, талант и упорство. И мы им гордимся. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Мария. Очень приятно, чтобы пообщаться. Спасибо. Светлый человек, самобытный человек. Я думаю, что наши телезрители и телезрительницы будут счастливы посмотреть эту передачу. Мы тебе желаем творческих успехов, вдохновений, неисчерпаемого энтузиазма, чтобы у тебя все складывалось хорошо и тебя вел как ты веришь. Ну да. Каждому повели его. До семерином из программа «Тельонис» Ассэвхомэстэк, алифзамадаке, каляндамаси. На этом наша передача завершается. Мы желаем вам доброй недели и до встречи в крымском эфире.